всем привет как всегда спасибо вам за то что вы здесь за то чтобы материально поддерживаете канал и за то что пишите комментарии это самое интересное из всего что может быть в этом самом ютюбе вообще на любую тему по любому поводу любой журналист или там просто человек нормальный в отличие от журналистов чтобы он не показывал сам интересно все равно в комментариях всегда так что с большой радостью удовольствием я все это дело читаю иногда пытаюсь отвечать когда есть силы и временно это ну а сегодня я опять прошелся своим шкафам и достал одну из любимых пластинок у меня много любимых пластинок не буду даже называть их количество очень много но это одна из любимых одна из любимых групп современности не побоюсь этого слова перл джем классика там которая вышла если меня память не изменяет в 91 году а популярность стала года два спустя по-настоящему но популярность стала настолько что ого-го что перл джем не помню сколько 25 миллионов по-моему продано пластинок у них я читал там всякие справочные эти материалы которые меня честно говоря не очень интересует вообще мне честно говоря не действительно не интересно сколько продано пластинок сколько там какие премии получила группа вообще это дело 25 потому что масса отличных музыкантов и групп продавали очень мало пластинок и никаких премии не получали например там роберт вает как бы от этого хуже его музыка не становится но тем не менее первым джем я услышал эту группу естественно как и все наверное остальные в первой половине 90-х и первый альбом который я слышал это был виталу джи и я совершенно обалдел от этой пластинки она мне дико понравилась на компакт-диске я и услышал еще винила тогда у меня не было этого другие были а первым джима не было и я гонял день и ночь этот самый альбом виталу джи думаю какая хорошая группа как все круто ну а потом когда появился тэн у меня уже в виде виниловой пластинки это все это был последний гвоздь в крышку гроба старого тяжелого рока на котором я и вырос как и как и подавляющее большинство тех кто сейчас меня смотрит наверное потому что в советском союзе тяжелый рок это был какой-то такой прорыв в космос и молодые люди школьники студенты все тяжелый рок слушали кто бы что сейчас там не говорил но дипе пола дзеппелин и black sabbath и все прочее виде назарета и так далее это были топовые группы на всех черных рынках всегда была валюта крепкая и конечно потом вкусы менялись вкусы совершенствовались очищались и мы начинали понимать где музыка такая откровенно коммерческая где она интересная где вообще искусство начинается и помимо вот этого самого тяжелого рока уже какую-то более вменяемую музыку начали слушать но я имею ввиду свою компанию людей которые меня окружали вот но первым джем как как раз поставили точку в этом смысле потому что удивительный такой момент с одной стороны это и очень тяжелый рок да все согласны гитарный который будет воспоминание теребит душу и радует сознание и дух а с другой стороны это абсолютно новая музыка абсолютно новый подход к тяжелому гитарному звучанию а звук гитары фендер стратакайстер который здесь в полный рост используется стоуном госсардом перегруженный и чистый из край бэби который использует второй гитарист макриди вот эти соло его с край бэби они вполне традиционны даже за что группу не любил этот альбом в частности не любил курска бэйн говорят что ну там какие-то эти хард роковые гитарные соло какая-то музыка новая это ничего нового этом нет старье какое-то ну он был неправ человеку свойственно ошибаться несмотря на весь мой пиетет который я испытываю курту к бэйну может быть ревность где-то может быть дух соревнования хотя вряд ли там с кем-то соревновался но тем не менее он он это говорил и говорил отчасти правильно потому что звук то такой в общем достаточно старомодный я имею ввиду гитарные соло все остальное же совсем другая история все остальное но это не рифовый тяжелый рок что я говорю какие-то очевидные вещи которые все и так знают да но тем не менее скажу это не рифовый гитарный тяжелый рок которому все мы привыкли которые сотни групп играют до сих пор там опираясь на тех же дипе полы дзеппелин это ближе к нилу янгу недаром они дружили с нилом янгом и эдди вэдер обожал обожает его песни и совместно альбом записан был с нилом янгом мир был называется он первым джимм и нил янг это такая но стоун госсард писал основную музыку все здесь на этом альбоме дальше уже стали писать и другие музыканты песни а госсард он же в принципе больше ритм-гитарист чем лидер лидер макриди здесь наяривает на гитаре и музыка написана аккордово балладная в принципе вся здесь но вот это аккордово балладность она так загружена тяжеликом общим общим звучанием мощнейшим что получилась абсолютно новая музыка но у него янга что-то похожее есть но у него другая все-таки история другое звучание совсем другие песни да ну ну чтобы другу один художник другой художник они друг от друга отличаются иначе было бы не интересно все но это в принципе в ту же сторону то есть так такие балладные аккордовые построения на которых накручено неимоверное что-то что-то новое музыка абсолютно новая и кстати по поводу нового почему меня привлекает эта группа потому что она новая и каждая следующая пластинка первым джем она отличается от предыдущей несмотря на то что тот же голос голос конечно дает узнаваемость потому что вокал эдди ведера его ни с кем не перепутаешь и кажется так что а но это все тот же первый джем на самом деле совершенно другая история в каждой пластинке даже в каждой песне здесь все сыграно все сыграно по-разному везде начиная там с песни once 1 до который начинается не так как должен начинаться рок-альбом начала альбома да какие-то шумы невнятные потом пошла гитара и все не буду говорить как все разрастается тяжело интересно гармония не очень сложная не сложная прямо скажем но цепляющая и правильно что самое главное она правильная она не выдуманная не 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 высосанная из пальца и гитара макридис жужжит там как пчела такая сквозь всю эту песню она такие трели едкие острые ядовитые и казалось бы вот человек играет так будет играть так потом он заиграл уже совершенно по-другому потом в других песнях край baby и соло с элементами чуть-чуть с заходами в блюз но этого нет и слава богу потому что перл джем это группа который играет тяжелый рок не основанный на блюзе вообще блюза здесь просто блюз тут рядом не лежал музыканты исключили эту штуку полностью своей музыки чем эта группа и отличается от массы групп тяжелого рока которые все на блюзовой основе фигачат начиная от дипепл про вот заприн я уже не говорю хотя там полистилистика да много много уходов в разные стороны у дипа пол там в классическую музыку вот заприн фолк восточные дела все равно блюзовость везде вот эта платформа на который вся эта музыка стоит а здесь они ушли от этого здесь я говорю вот эти гитарные балладные истории утяжеленные до неимоверности и вот в этом главное отличие как мне кажется просто ушли от старого понимания тяжелого рока от блюзовой истории хотя блюз безумно люблю но когда я слушаю белые группы вот тяжелый рок который основанный на блюзе ну так конечно так в общем в общем это все совсем не туда совсем не то совсем это все не maddie waters и не howlin wolf и не baddie guy и совсем это совсем это вообще и не блюз это какая-то такая пародия но очень много положительных моментов других кроме этой самой блюзовости в белых группах тяжелого рока за которую можно простить вот это вот это вот это нелепую совершенно блюзовость много хорошего там и и гитаристы и клавишники и все и структуры и гармонии все много позитивных моментов в первом джеме не нужно делать никаких скидок здесь нет этого закоса под черных музыкантов здесь все хорошо закоса под блюз я имею все хорошо иван флоу просто распевнейшая какая-то широченная картина диорама панорама просто так так размашисто правил life понятно это про это гимн какой-то просто гимн тяжелый рок вроде песня что такое тяжелый рок да это в принципе такая танцевальная где-то отчасти музыка не интеллектуальная совсем а здесь нет здесь все чем музыка очень интровертная очень перед переживательная очень насыщенная эмоциями насыщенная сплошная внутренняя драма здесь идет в отличие от попсовых вот этих вот хард роковых а вот ерунду ерунда все лайгоу black лайгоу пошел макриди вовсю здесь наигрывать эти самые старые гитарные дела но они не слушаются как стар старые как старомодные потому что сами песни они выстроены по-другому они выстроены не так как у всех не так как было до них облака джереми две песни идущие подряд но джереми понятно это трейдмарк вообще перл джем великолепный номер в сочетании с black это как единый какой-то единая единая драматургия про связывает эти две песни и такая одновременно мрачная героическая трагическая печальная вот как и и все это поддержано музыкой не просто не слова там не не драматизм пения выбора а музыка она настолько хороша настолько она необычна оушенс на второй стороне вдруг уже просто откровенная баллада красивая гитарная фендер стратокайстер звучит за обработанный немножко но очень в меру после этого порч дикий дерганый быстрый угловатый такой номер который переходит переходит в годом еще одна гимнообразная печальная тревожная и светлая одновременно гитарная баллада очень тяжелая с бэк-вокалами с прекрасными с хорошими такими распевами и все очень с отличным вкусом все сделано все никаких никаких вот этих вот как у группы queen вот этих вокализов все по-человечески вот что нравится вот что делает эту группу близко и просто и недаром 25 миллионов пластинок продано потому что каждый человек чувствует обращение к себе без пафоса без без герои без героических выпячиваний себя вот мы музыканты мы музыканты ничего здесь похожего нет здесь музыканты которые говорят с тобой на равных очень круто очень гадан прекрасная вещь а что касается дип следующего номера это уже погружение в какую-то в недра американской психоделии тяжелый мрачный со сложной структурой с великолепной гитарной игрой и игрой всех и баса и ударных и 2 гитары и вокала ведра ну такая просто недаром называется deep до глубину погружаемся в эту в это болото в хорошем смысле в трясину психоделической музыки но все это на ритме все это на груди все это без расслабона никакого расслабона а вот релиз хорошая приятная грустная трагичная в мелодии песня вдруг переходит в скрытый трек который идет за релиз после большой паузы и такое ощущение что в студию внезапно пришла группа джопен по звуку просто здравствуй миккарн с безладовым басом и просто слушаешь группу джопен неожиданно вот такая шуточка группа перлжем но это первый альбом восхитительный ни одной ни одной крите ни одно критическое замечание не могу про этот альбом выдать про что-нибудь другое выдам про этих нет никогда пел джем тен великолепнейшая пластина все пошел пить пока